Всем здравствуйте! Приветствую вас на канале Плеско Михаила. Дорогие друзья, ох уж я вам, если честно, прямо сейчас завидую. Сейчас я вам покажу кое-что действительно очень интересное. Все как вы любите. Видео будет немножко нестандартное. Я вам покажу, что такое действительно восстановление информации. Восстановление информации мы сейчас посмотрим на примере компании AirLab. Я не знаю, лидер или не лидер рынка на данный момент в России, но компания существует уже с 2003 года. Ну что ж, дорогие друзья, погнали! Ну что ж, хороший сервисный центр, естественно, начинается с приемки. Приемка здесь, ну скажем так, выдающаяся. Это вам, ну скажем так, не какой-то островок, который предоставляет услуги по восстановлению. Чуть дальше я вам покажу сервисную зону, так что оставайтесь, вам обязательно очень понравится. Смотрите, естественно, мы сейчас, сейчас около 8 часов вечера, в гости в Москву приехал тыж-программист и, собственно говоря, пригласил меня помочь снять видеоролик с AirLab. За что ему отдельно большое спасибо. Спасибо. Смотрите, естественно, интерактивная доска, здесь можно посмотреть всевозможные, ну допустим, для чего занимаемся обучением конкурентов. Все можно ознакомиться, прочитать, панель, естественно, сенсорная. Ну, то же самое, я думаю, что можно посмотреть на сайте непосредственно AirLab. Как я и говорил до этого, сейчас будет все интереснее и интереснее, ребята, я вас уверяю, как я говорил до этого, компания существует с 2003 года. И посмотрите, здесь есть что-то наподобие своего музея. Например, вот это, ребята, это жесткий диск. Да-да-да, емкость его. Я могу ошибаться, потому что информации я сегодня впитал, сегодня просто огромное количество, и это действительно все очень интересно. Если я не ошибаюсь, 10 мегабайт. Вот такой вот жесткий диск. Здесь есть электрический, но в то же время алгоритм у него механический. Это калькуляторы. Есть, допустим, какие-то одни из самых первых, чуть ли не советские, ноутбуки. Это, ребята, просто шедеврально. А теперь, что касается запчастей. С запчастями здесь действительно все очень хорошо. Огромное количество, и вы думаете, это все? Не, ребята, это вообще, мягко говоря, не все. Давайте я вам покажу сервисную зону. Погнали. Коллеги, дело в том, что восстановление информации – это очень-очень узкоспециализированная тема. Абсолютным специалистам в области восстановления, как винчестеров, как SSD, как всевозможных флешек, быть… То есть специалистам вообще во всем быть невозможно, если это какая-то контора, которая там, я не знаю, один-два специалиста, вероятность восстановления, ну, скажем так, резко падает. Кстати, друзья, Вячеслав, ты же программист, ссылочка на его канал обязательно будет в описании к этому видео. И как раз я вам покажу непосредственно оборудование. Посмотрите, что это такое, друзья. Каждый диск по 600 гигабайт. И подобных вещей здесь просто мыслимо-немыслимо. У каждого инженера, сервисного инженера, естественно, есть свое рабочее место. Оборудовано оно. Как вам оборудование этого сервисного центра? Ну, как? Ну, собственно, мы сами выбираем что-нибудь используемое для оборудования. То есть, что нужно для работы, то и делается. Я понял, спасибо огромное. Смотрите, здесь есть, как я и говорил, здесь есть… О, задел! Здесь есть специалисты по SSD, например, конкретно вот этот стол. Видим здесь большое количество SSD-шников, всевозможных флешек и так далее, и так далее. Есть специалисты по просто HDD и так далее, и тому подобное. Как вам оборудование? Тринокуляр. Кроме того, паяльная станция. А вот здесь вам будет вообще жестко, жестко интересно. Посмотрите, сколько головок. Вот примерно так выглядит сервисный центр по восстановлению непосредственно информации. Здесь, естественно, и вытяжка хорошая. Потребление вообще, боюсь представить, какое. На каждом рабочем столе минимум четыре компьютера. Основной – раз, два, три, четыре. Там еще один, по-моему, где-то зарыт. Тоже четыре компьютера, пятый, насколько я вижу на столе. Посмотрите, сколько головок. Да, на тему посмотрите, сколько. Это все трупы. Моя прелесть. Не, на самом деле там прям много головок. Подхватывается просто зарыто. А как правильно этот шкаф называется? Это ламинарный шкаф. Давайте я вам сейчас продемонстрирую шкаф тишины. Собственно говоря, вот он. Дело в том, что многие винчестеры, естественно, шумят. И от постоянного этого шума, при долгом считывании информации с определенных, скажем так, носителей информации, просто сойдешь с ума. Здесь есть установлен шкаф тишины. Он огорожен. И, соответственно, при необходимости его можно закрыть. Я его открыл, чтобы продемонстрировать вам. В среднем, мы так примерно прикинули, в среднем здесь находится около 10 тысяч жестких дисков. Все они необходимы для того, чтобы, ну, скажем так, запчасти. Потому что порой для того, чтобы восстановить какой-либо жесткий диск, нужно найти аналог чуть ли производства не того же дня. Потому что день ото дня вендоры меняют, ну, какие-то характеристики. Нет, одной запчасти ставят, другую и так далее, и так далее. Что-то наподобие ревизий. Друзья, вы где-нибудь такое видели? Вы посмотрите, где вы такое видели? Находится компания метро Бабушкинская. Естественно, это Москва. И, собственно говоря... Привет, это я из будущего. Конечно же, я хотел сказать метро Добрынинская. Непосредственно здесь происходит и вся магия. Рабочие места мне очень нравятся. У меня просто нет слов. Ну, и, собственно говоря, оформление. Помещение действительно большое. Все наши вещи сейчас находятся вот в той комнате. И там же находится, ну, я думаю, тысяч пять примерно винчестеров. Поверьте мне на слово. Они там действительно есть. Друзья, очень интересно, как вам зайдет, не зайдет данный формат видео. Если вам будет действительно интересно, я не поленюсь. Приеду сюда, могу ответить на какие-либо ваши вопросы. И, соответственно, снять для вас более крутой контент. Всем спасибо и до свидания. И, как я и обещал, впереди нас ждет исключительно все самое интересное. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok